Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. Очень закономерный вопрос возник у меня вдруг. Что курят глессеры? Расскажите мне, что курят глессеры, когда они сделали вот этот вот тул. Нож называется Clip Tool и, насколько я понимаю, я надергал фотографии с двух ножей. Один с плейновым клинком, второй с серрейтерным. Но тем не менее, скажите мне, что они курят? Они умудрились со Spider Hall вхреначить и виксовскую открывашку для консерв, которая может быть, и обычные отвертки, и прямые, по-моему, даже крестовые там есть. И это все со Spider Hall. Вот нож-многорядник со Spider Hall. Он похож на того паука, у которого восемь глазев. Наверное, именно из-за этого они его и взяли в разработку, потому что совершенно какое-то чудовищное нагромождение абсолютно непонятно страшно мрачных дизайнов. Полное ощущение, что они это сделали с позицией, да потому что мы это можем. Я не стал смотреть, сколько это может стоить. Не знаю, прототип это или серийное изделие. Я очень рад, что при просмотре каталога Spider Hall на 18-й год я его тупо просмотрел и не рассматривал так подробно, как на этих скриншотах. Мое мнение, что это надо было очень сильно укуриться очень вкусной травой, чтобы напридумывать вот такое нагромождение глазев и такое нагромождение совершенно непонятных, ненужных и вообще неинтересных инструментов, особенно за те деньги, которые обычно берет Spider Hall. Это нифига не класс Тенейшеса. И стопудово этот предмет стоит не менее 200 баксов. Мне кажется, это просто застрелится. Вот это они почему-то выпускают. А прототип того же самого Сидиса, о котором говорилось в прошлом году, они почему-то не выпускают. Еще раз говорю, друзья мои, если уж его так вот дудите, поделитесь тем, на чем дудите. Глессеры, вы сошли с ума. На крайних выставках компания Yessie выставила ножичек, который называется Expat. Вот. Как вы видите, это развитие линейки Yessie и Avisp. Мне кажется, что стоимость у этого ножа будет несколько выше, потому что мы знаем, что Yessie и Avisp это были какие-то спецзаказы для спецмагазинов, а вот этот Expat будет выпускаться ими самими. На самом деле породу не спрятать, и как вы видите, что в Занкуде, что в Avisp, что в этом наже, абсолютно одинаковая схема. С одной стороны это плашка, с другой стороны это металлическая плашка с фреймом, переставляемые клипсы по металлической части и клиночек AUS-8. Сдается мне, что Expat будет выпускаться энное количество времени в AUS-8, и ровно как и Avisp, через чуть-чуть времени перепрыгнут еще в Stalk D2. Мне кажется, линейка из трех моделей это уже нифига себе линейка, этот нож точно зайдет пользователям Avisp и точно будет популярен. Мне кажется, удачное решение. Сколько будет стоить, когда выйдет на просторы нашей родины, не знаю. Посмотрим, надеюсь, что летом. Новый керамбит еще от товарища Бастинелли. Очень крутой керамбит, обычно холодно к ним отношусь, но Бастинелли есть Бастинелли, мы все с него премся. Он молодец, гениальный чувак, делает гениальные керамбиты. Это полноразмерное изделие, это хороший, мощный, большой керамбит с таким вот кривым, замечательным долом через весь клинок с G-10 рукоятью, полненькое, с заходом на кольцо. То есть, брать его в руки удобно, он действительно сидит в руке хорошо. И мне кажется, что в энном количестве боевиков 18-19-20 года мы этот нож обязательно увидим, потому что он чертовски фотогеничен и, возможно, придется по душе всяким кинематографистам импортного свойства. Но, конечно, Бастинелли хочется, как это, еще немножко пожалеть, потому что, чтобы не выпустил Бастинелли под своим брендом, какие бы крутые ножи у него не получались, получается, что раз-два, месяц-полтора и китайцы сдирают полностью дизайн и выпускают под кучей марок, как это и было с предыдущими керамбитами Бастинелли. Жалко дядьку, воруют дизайн на корню, а сам он гениальный чувак, делает отличные ножи. Если у вас еще нет ни одного Бастинелли в коллекции, призадумайтесь, это действительно ножи опупенные. Друг Ножиман, не забывай подписываться на мой канал и, конечно же, искать меня в соцсетях. Заходи в мою группу ВКонтакте vk.com slash brutalika. Отличная группа, отличный ножевой контент и очень теплое общение. Куча Ножиманов общается именно там. vk.com slash brutalika. Подписывайся, не пожалеешь. Понравился мне новый нож от Ломаченкова и Марии Сталиной. Николай и Мария давно сотрудничают, делают уж не знаю, насколько совместные дизайны, но делают потрясающие ножи. И они очень-очень крутые. Понятное дело, что гений дизайнера и финансирования, способные поставить большой парк 3D-фрезеров и ЧПУшных станков, позволяет делать именно такие изделия. Этот нож называется Тахикардия. Не знаю, с чем это связано. Меня он зацепил тем, что у него интересный шпенек. Сделан вырез в клиночке и туда запрессован кусок обычной оранжевой G10. Ново, свежо, акцентировано, почему бы нет. Да, дорогущий, да, стоит как чугунный мост. Но свежо, клево, отличный акцент. Интересный клинок, хороший долг ЧПУ позволяет, почему бы нет. Замок у этого ножа пушбаттон лок, совмещенный с лайнер локом. Мы его уже называем пушлайнер. Вот, с пушлайнером аккуратный такой ножичек, весь из себя в хитрых детальках. Сколько стоит, понятия не имею. Второй нож, это технопатолог. Уж не знаю, с чем это связано, как это связано там, со всякими остальными тологами. Но, здесь уже дизайн значительно кучерявее, значительно интереснее детали. И это вот он на красненьком фоне. И действительно, еще раз повторюсь, гений дизайна и возможность получить дорогую обработку на дорогом ЧПУ позволяет делать все это великолепие. Сколько стоят эти предметы, понятия не имею. У Марии Сталина и на сайте есть кнопочка запросить цену. Я, честно сказать, нажать туда забездил. Если кто-то наберется смелости, можете нажать и выяснить. Найти их абсолютно просто. В любом поисковике забиваете ножи Марии Сталиной и видите ссылки, фотки и ту самую заветную кнопку, которая говорит нам, сколько же это великолепие стоит. Листаю в форум мастерской, вижу название Тополь М. Скептически хмыкаю себе под нос, так вяло открываю и офигеть. Обычный, казалось бы, рабочий нож. Никакого милитаризма. Почему Тополь М? Потому что это сделано из стабильного Тополя. Мы привыкли ко всяким Эронвудам, Бакаутам, Зибранам, там, всяким остальным деревяшкам каким-то кучерявым. А тут обычный Тополь. Его, конечно, застабилили, превратили практически в пластмассу, но насколько кучеряво он смотрится на этом ноже. Клинок из М390, ручной труд, все вылизано, все прям удовольствие смотреть. Если не забуду, кину ссылку на эту тему про этот самый Тополь М. Ну и, конечно же, ножны от Тимофея, которые полностью повторяют рисунок на рукояти и прям вот пуля в пулю к этому ножу подходят. Реально шикарнейший комплект. Мне кажется, что это большая редкость, когда ножны выполняет кто-то другой, не тот, кто делал нож. И вот идет такое... Настолько они друг к другу подходят. Когда это одни руки работают, это норма. Когда два человека над этим работают, это тяжело сделать. Короче, шикарная работа. Отличный Тополь М. Если не забуду, будет ссылка. Я постоянно ругаюсь, когда меня спрашивают, Алексей, есть ли у вас на сайте бабочки. Нет у меня бабочек и быть не может, потому что до 9 сантиметров они глупые. Больше 9 сантиметров они запрещенные. И тут натыкаюсь на ту бабочку, с которой сам сикнул и даже предположил, что она легальная. Это Топор Бабочка. Да, это действительно Топор Бабочка. Мало того, что это Топор Бабочка, это еще и в сложенном варианте нифига себе тюкало. Когда берешь эту хреновину в руки, я так понимаю, что и одним концом, и вторым затыкать супостата можно. А если еще и флипанешь по-красивому, у тебя в руках получается такой то ли клевец, то ли томогавк. Не знаю. Будем называть это Топор. Рукоять здесь G10, на четырех винтах каждая плашка держится. Крепко, добротно и вообще круто. Не знаю, что там стоит на клинке. И мне, если честно, по барабану. Даже если там какой-то 95Х18 или импортный аналог какой-нибудь простенький, глупенький. Это не меняет того, что это клевое изделие и, возможно, легальное на территории Российской Федерации. Вот, если у вас есть какие-то мысли по поводу легальности или нелегальности этого Топора, добро пожаловать в комменты. Расскажите, как вы считаете, может он быть сертифицирован как хозбыт в Российской Федерации или не может. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал замечательный нож от компании Columbia River. Это Noma Large. Вот такой классический нож без шпеньков и без флиппера. Вот такая чистая охотничья классика. Наверное, это называется канадский строй клинка. Вот такой вот листик. И, как вы видели, одной рукой я его все-таки открыл. Закрывается он, как любой бэклок. Абсолютно нормальный прямым хватом и обратным. А открывать его нужно или за ногтевой зацеп, или также большим пальцем за плоскость. Мне этот нож очень удобен. Я его всегда сравниваю с баком 110. И мне почему-то кажется, что этот нож может составить конкуренцию именно 110 в вашей коллекции. Noma Large Columbia River. Ссылка под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!